Всем привет! Видео из категории «маленькие лофхаки». Для чего в затворах СКС и СВТ-40 сделаны проточки, а в СВТ – кольцо? Сразу к сути. В СВТ-40 еще проще, там патрон закладывается в кольцо таким вот образом, и вы получаете рычаг. А теперь для чего это сделано поговорим. То есть саму суть вы уже уловили. Это сделано для того, чтобы можно было вставить патрон и получить больше упор. Бывает в процессе, если вы много стреляете, либо оружие плохо эксплуатируется. Бывает, после выстрела гильза раздувается и прикипает. И для того, чтобы вам от нее избавиться, вам нужно бороться не только с гильзой, но еще вам нужно взвести... Сейчас со всей дурью. Опа! Вам еще нужно взвести УСН. То есть продавить еще крупно. Поэтому, если... Ну, условно, опять же, отсылка к тактикульщикам. То есть вот такая штука может... Ну, вот, я уже не могу. Второй способ, конечно, у нас остается – это с упором плеча против правой рукой. Так, ну вот, серенок все-таки хватило, но не с первого раза. Закладываем следующую. Если это не помогло от плеча, мы, естественно, делаем упор в ногу. Таким образом избавляемся. Если у нас и это уже не помогает, то нам ничего другого не остается, кроме как взять и ударить на землю, либо что-нибудь. Ну, при манипуляциях затвора у вас зацеп только одним пальцем. Если мы вставляем патрон или гильзу, мы получаем упор уже хотя бы три пальца. Ну, а если с вами рядом есть друг, у которого 30.06, получается упор вообще на всю руку. Вроде мелочи. То есть большинство владельцев об этом знают. Это больше рассчитано на тех, кто хочет стать владельцем оружия, либо просто интересуется этой темой. То есть, от закипевшей гильзы раздутой избавиться иногда приходится вот только ударом о землю. Это конкретно СКС. То есть, тему уже раскрыли. Проточка, облегчение массы запора плюс возможность получить рычаг. Дальше поболтаем, и тем дальше разобьем. Калашопик. Естественно, калаша или сайги нарезной у меня нету 5.45, то есть, это 12 сайга. Ну, тем даже веселее, потому что с ней, как тактикульщики, там, снизу подвернуться, то есть, так вы гильзу в жизни не вытянете. То есть, эта дура весит 5 килограмм. Манипулировать с ней на одной кисти, такое себе занятие, на самом деле. Сейчас мы разместим туда гильзу. Да, у сайги просто так патрон не подкинешь в затвор. Вот, если прикипело, то есть, снизу, с большим магазином. Такое себе. От плеча еще можно попробовать сорвать. Тоже не получится. Упор в ногу. Ну, и остается только то, что я сказал. Но зацеп только одним пальцем. Понятно, что это нужно редко, но бывает. И если у нас эта возможность в СКСах есть, то почему бы ей не воспользоваться? Вот, собственно, и все видео. Спасибо, друзья. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...